Это кадры с места трагедии. В центре внимания 23-летний молодой человек, который получил сильнейшие травмы. Буквально на днях юноша приехал из Паскодальнего погостить к родственникам. После теплого приема он и его брат решили прогуляться вдоль жизнедорожных путей. И все могло закончиться иначе, если бы парень не поддался новомодной прихоти. Со слов брата пострадавшего, молодой человек захотел сделать селфи с крышей грузового поезда. Брат его отговаривал, но желание молодого человека было настолько сильным, что родственника отговорить его не смог. Чтобы воплотить желаемое, молодой человек залез на цистерну, попытался принять удобную позу и случайно головой задел электропровод. В результате сильный ожог кожи. Пострадавший упал на землю без сознания. Но его родственник не растерялся. Сразу побежал за помощью к работнику железной дороги. Мужчина вызвал скорую помощь. Сам факт, что человек выжил после удара током такого высокого напряжения, это достаточно редкий случай. Ведь поражается весь организм. Именно своевременное оказание медицинской помощи спасло молодому человеку жизнь. Сейчас юноша находится в реанимации в тяжелом состоянии. Главная задача врачей – поставить больного на ноги. Но на лечение уйдет много времени. Это антипример. Особенно для несовершеннолетних детей, которых и без этого манит железная дорога. В 2015-м у нас было травмирование двое несовершеннолетних. К сожалению, оба со смертельным исходом. И в этом году мы имеем тоже факт травмирования уже несовершеннолетней подвижным составом. И все чаще трагедии происходят из-за желания заполучить эффектное фото. Ради того, чтобы выложить фотографию на своей страничке в интернете и получить лайки, люди идут порой на страшный риск. Однако в погоне за сомнительным удовольствием и малетной славой ставят под угрозу самая ценная – жизнь. Алена Черненко, Александр Бортовщук. Новости на восьмом.